Здравствуйте, а можем вам задать один вопрос? Извините, мне нельзя. Мне задайте, можем вам задать один вопрос? Да, пожалуйста. Вы знаете, у нас сейчас в поселке... Ну, если вы не хотите сейчас... Нет, мы хотим. Хорошо. Скажите, пожалуйста, вы, наверное, знаете, что у нас сейчас в поселке поменялась глава администрации и директор нашей школы. Да, я знаю, да. Мы связываем с этим, наверное, какие-то надежды. Думаем, что у нас в поселке наконец-то все наладится, все будет очень хорошо. Но все наши недостатки в поселке будут ликвидированы. Вы согласны с этим мнением? Абсолютно согласна. То есть у нас все плохо и нам нужно все поменять. Ой, подождите, вы меня запутали. Подождите, у нас было все хорошо. Было все хорошо. Сейчас приходят какие-то непонятные люди и начинают менять то, что уже устоявшееся, устоявшуюся нашу жизнь. И непонятно зачем, к чему это. Явно у них есть какие-то свои интересы. Если они пришли сюда, где хорошо и хотят что-то менять, ну, явно это поменяется, не в лучшую сторону. Первое начали уже с нашей главы поселка, которая у нас здесь была постоянно. Это вообще наш друг, как там, не знаю, наш лидер, наша мама, можно сказать. И потом поменяли директора школы. И причем поставили явно неквалифицированного человека, у которого нет даже высшего образования. Вот я бы не хотела, чтобы я как житель поселка, я не хочу, чтобы школой руководил неквалифицированный человек без опыта. Я не отдам в такую школу своего ребенка. И так я чувствую, что если так и пойдет, если мы не будем высказывать свою позицию, то дальше перейдет детские сады, дом, культура. И будут вот так вот постепенно разрушать нашу жизнь. Я думаю, нам нужно высказать свою гражданскую позицию и повлиять как-то на эту ситуацию. Как влиять, будем думать. Но молчать не будем. Ну, какие, собственно говоря, надежды я могу с этим связывать? Если, первое, совершенно непонятно, каким образом конституционные гарантии местного самоуправления, и прав местного самоуправления просто убиваются на корне. Это я сейчас про назначение, без учета мнения жителей, собственно говоря, главы администрации. И второе, что касается школы, да, приходит человек. Мне кажется, в цивилизованном обществе того факта, что это жена депутата местного ЗАГС собрания, достаточно для того, чтобы как бы этого человека не допускать управление муниципальным предприятием. У нас же, в общем-то, здесь почему-то это происходит как бы как в порядке вещей. Считаю совершенно четко коррупционная схема, совершенно не используется никакой, не берется в расчет мнения жителей. Поэтому, собственно говоря, беспредел, тот самый беспредел, который творится у нас по всей вертикали на протяжении последних 30 лет. Ну, я уже живу здесь более 4-х лет, я довольна, целенаправленно сюда мы переезжали. Для детей, для жителей, мне кажется, это самое лучшее место, потому что выбор был, и мы остановились именно на соходе. Честно сказать, и всем довольны инфраструктурой, образованием. Да и вообще людьми как-то так все очень удачно подобраны. У меня не было, я была обескуражена новостями последними, и поэтому и подписи я поставила, я в 25-м доме живу. И, конечно, возмущены. Ну, так нельзя, так не делается. Это некрасиво и неправильно. То есть вы не ждете каких-то хороших преобразований от новой администрации? Да нет, конечно. Нет. Ну, мы же все все понимаем. А я понял, что для вас он тоже не оптимистичный, особенно. Ну, не умею право высказывать свое мнение, как ведущий. Ну, потому что... А по одному тому, как эта власть зашла сюда, скажем так, это уже о многом говорит, ничего не внушает, кроме, как сказать, какой-то вот нестабильности, страха, апатии какой-то вот. Не было никаких предпосылок, чтобы менять руководство. Да, ничего не было. И так все было прекрасно. Зачем было вот таким нахрапом брать? Мы сами в эту школу идем. У нас вот ребенок в этом году идет в школу, и мы уже запереживали. Директор поменялся. Несправедливо. Да, который мы знали, который... Тех руководителей мы знали, мы их видели, мы с ними общались. Хотя мы не работаем со вкозом, просто живем здесь. Если нюансиков коснуться, вот мы шли с супругой, с родителями супруги шли на днях. Уже кусты, многие не подстрижены, а то было все идеально. Сейчас, как бы, да, раздрайв немножко чувствуется, и, конечно, волнуемся. Да, да, уже чувствуется. Мелочи, но незамечены. Ну, а для Павла Николаевича совсем не мелочи. Наверное, и для нас не мелочи, потому что все было приятно. Конечно, неприятно. Неприятно и страшновато, но как бы... Оптимизма пока нет. Даже задумывались о том, чтобы продавать квартиру. Но так, это просто мысли. Если здесь будет плохо, мы отсюда уедем. Была огромным плюсом вот эта вся обстановка для ребенка, потому что здесь, ну, просто у нас кто не приезжает к нам, родственники, друзья. Был рай. Зачем было что-то менять? Непонятно. Непонятно одно, почему у нас, значит, наше руководство было, ну, поменено в такие кратчайшие сроки, и хотя никаких нареканий к работе, как бы, к их работе не было. То есть для меня очень непонятно. Вот мы с супругом иногда вспоминаем, что мы налогоплательщики, причем весьма, как бы, ну, для государства делаем все, что положено, да, соблюдаем все правила, нормы, живем, значит, платим все налоги на то, чтобы нами управляли грамотно и четко. А тут, получается, можно, сыночек? Вот, а тут, получается, так, что наше мнение никто не спрашивает. То есть, получается, мы платим налоги, делаем все, что от нас зависит. А тут приходят неизвестные люди, вообще, с совершенно другой территории, незнакомые. То есть на это время нужно, прежде всего. То есть работа будет какое-то время стоять. То есть я считаю, что вот, когда мы учились, я училась, значит, в Академии государственной службы, и нас учили тому, что вот в Японии очень все грамотно и четко отлажено, потому что человек, прежде чем прийти на новое место, он с самого низа начинает. Он узнает, так сказать, все азы с низов и делает карьерный рост. Хочется ему изменить там что-то в своей жизни, он идет на другое место и начинает все сначала. А почему-то у нас в стране можно ни с того ни с сего просто прийти, непонятно, то есть, откуда. Значит, непонятно... Я вас умоляю. В общем, и руководить... То есть я считала, что вот как у нас Елена Ивановна, например. То есть мы ее все очень ценим и уважаем за то, что она была сначала, насколько я помню, вожатой. Потом она была заучим, потом она стала директором. И потом уже, заслужив доверие граждан, она стала таким непререкаемым авторитетом, что мы всегда на улице могли даже по каким-то там небольшим даже проблемам, она никогда не отказывала. Хотя у нас проблем, в принципе, я не помню. Полностью в полном пессимизме находимся. Мы очень расстроены. Нам вообще не нравится все, что происходит в последнее время. Поэтому мы хотим вернуть прежние времена и прежнее руководство. И в школу, и в поселок. И вообще хотим, чтобы было все, как раньше. Полный пессимизм, полное расстройство. Боимся за будущее своих детей. А что вы сейчас подписываете? Я так понимаю, что это письмо в поддержку Елены Ивановны. Правильно? Чтобы вернули нам Елену Ивановну. Хотим, чтобы нам ее вернули. Ну, вы знаете, я оптимист по натуре. Конечно, мне хотелось бы, чтобы все наладится. Но когда я узнала некоторые тонкости нашей профессиональной деятельности, нашего нового директора, ее образования, какие-то наши работы, то я, честно говоря, очень сомнилась в том, что в школе может что-то улучшиться. Владимир Владимирович Путин говорит о том, что дети – это наше будущее, все для их развития. Но, е-мое, почему тогда администрация ставит такого неграмотного человека, который в недостаточной квалификации, не имеет опыта работы на руководящих должностях, в каких-то школьных заведениях, ставит на место директора школы. Но мое мнение, что цель – развалить то, что было построено до этого. Потому что человек безграмотный, он не сможет поддерживать традиции, которые там были, он не сможет даже поддержать тот уклад, который был уже в школе. Не говоря о том, что какие-то внедрить учебные программы, разработать что-то, представлять интересы школы на разных уровнях. А это как раз-таки те должностные обязанности, которые первые практически находятся в должностной инструкции директора школы. О людях надо судить по их делам. И если приезжие гости, которые приезжают к нам, они все восхищаются проделанной работой. В том числе и мы, жители поселка, мы очень благодарны этим людям за ту инфраструктуру, которую они сделали для жителей. В том числе и для наших детей. И новые люди нам здесь не нужны. И вот эти их подлые помыслы, которые они свои подлые задумки делают, это очень низко. Это очень низко. У нас все было замечательно, а сейчас полная неопределенность. Поэтому каких-то ожиданий и улучшений точно нет, лишь бы не хуже, надеюсь. Однозначно мы не ждем каких-то положительных моментов в этой истории. Все каким-то туманным образом, какие-то назначения, появляются новые люди, совершенно понятно, откуда они появляются. И на сегодняшний день очень ситуация нехорошая в этом плане, что мы не ждем каких-то положительных моментов от этой всей истории. Возмущает отсутствие права выбора у нас. Это серьезное, скажем так, ощущение никчемности наше законодательство абсолютное. Ну, я очень-очень сильно сомневаюсь в том, что будет что-то прекрасное в нашем прекрасном поселке. Там вот рядом есть районы, где действительно требуется перемена власти. Эффективная власть. Наша власть доказала свою эффективность. Что ее менять? Ну, и директора поменять. Я, конечно, в шоке. Нет, это плохо. Это ужасно, это катастрофа. Мы очень переживаем за наш поселок, за наше будущее, за будущее наших детей. А пока то, что мы наблюдаем, это то, что потихонечку все разваливается. И страшно подумать о том, какое будущее нас ждет. Говорят, о чем вы надеетесь? Ничего все равно не изменить? Мы уже все уйдем ко дну, уже все поддельно? Нет. Вот они как раз рассчитывают на то, чтобы мы просто сложили ручки на диване и сказали, ну, все поделили уже. Они еще просто говорят, что даже еще хуже будет нахуй. Периодически родители спрашивают, которые приезжают сюда, вот на коморье гуляют, и говорят, когда парк откроется? Я говорю, ну, когда парк? Ну, не знаю. Все зависит от наших поднебесных, можно теперь так сказать, да? И я говорю, вот здесь вот проблемы, я вот слышала вот это, слышала то. Они говорят, как? Так, вы нам, пожалуйста, звоните, пишите. Мы готовы прийти и прямо вот на митинги, или я говорю, что, какие митинги? Мы вот пытаемся мирным способом, как-то иногда можно договориться с властью, что-то, может быть, подписать, может, что-то позвонить, может, что-то сказать. Ну, уж нас, кто нас все слышит? А мы все равно будем делать, да? Самая пострадавшая сторона вообще во всей этой истории – это, естественно, наши дети. Ведь это их будущее, они растут в этом конфликте. Я не понимаю… Нет, я понимаю, зачем это надо этим людям, но нам это не надо совершенно. И новый директор безвысшего педагогического образования, ну, это куром на смех. И что бы ни говорили, как бы это они не мотивировали, особенно очень забавляет отмазка – пишите письма, действуем в рамках законодательства. Вот, это вообще доставляет необыкновенное удовольствие. Так, ну, достаточно цинично ведут-то с народом они себя, в принципе. Многие родители боятся ввязываться в эту ситуацию, потому что боятся, что на детях отразится, да? А были какие-то слова… Ну, мы же обсуждаем, мы же народ, мы же говорим друг с другом, да? И все против. Дети в первую очередь против, да? Как бы шок девятиклассников, да, которым… Ну, они вообще там два часа стояли под палящим зноем, как бы, пока соизволят. Слуги народа выйти и выдать дипломы детям. Люди понимают, что они практически, ну, ничего не стоят. Что они пыль под ногами майора, да, чтобы они можно пройтись, как бы, ну, не считаясь ни с чьими чувствами, ни с мнением, никак. А как вообще, вот, а как жить? У нас было все хорошо, в принципе, да? Нам… Мы не заказывали, нам не надо лучше. Зачем? Зачем нам что-то менять? Зачем меняют директор школы? Вот зачем? Он пишет в чатах, что уже объявили, собирайте списки, кто будет жаловаться, да, и… Да, пофамильно нам, пожалуйста, кто против? Пофамильно, кто против? Ну, кто же вот так вот, да? Ну, то есть, либо единогласно надо, но кто-то готов бороться, да, кто-то… А кто-то готов бояться, там, у кого-то страусиная позиция. Но, в принципе, естественно, нам это все, вообще вот это вот все, вот все, что сейчас происходит, ну, я считаю, по отношению к населению, это несправедливо. И я понимаю, нужны земли, да, но вы же по людям идете. Вы идете по детям, там, как бы, с совестью, как бы, никаких проблем вот в этот момент не возникает. Меня вот удивляет это. Стоит замечательная женщина, в принципе, с советской закалки, которая читала наверняка… Я молодых не беру, они, как бы, наверное, не в курсе ни чехов, ни чего, никаких морально-этических вопросов. Но женщины, которые в управлении образования, которые, по идее, учат наших детей и прививают им какие-то, ну, нравственные нормативы, да, ей само не стыдно вообще. Вот она привела вот этого неуча, прикрывающегося папочкой, и, ну, плюющего, в принципе, вот, ну, люди против. Ну, развернись, уйди, как бы, поимей совесть. Что же ты стоишь-то уже третий раз и навязываешь свою кандидатуру? И не стыдно тебе говорить, что у тебя, как бы, колледж педагогический? И ты нормально смотришь в глаза при этом? Ничего там внутри. И у вас, уважаемая мадам из Министерства образования, как бы тоже внутри ничего не ёкает? У нас ёкает, у всего совхоза. Ну, я против. Лично вот ко мне, я против. Все против. Дети в шоке. Ну, дети, кстати, я не знаю, вырежете бы это. Дети сказали, она у нас года не просидит. Так что... Соскорные дети, да? Да. За нами сила, поколение растет, вы не переживайте. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...